Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! У нас с вами очередная маникюр от другого мастера. Клиентка немного задержалась в командировке и ее ногти вот так вот отросли. Не смогла попасть к своему прежнему мастеру, поэтому корректировать их буду я. На этих ногтях отменно держится покрытие, должна я отметить. Хотя нанесен гейлак обычным слоем без укрепления или выравнивания. Тем не менее, коррекция у нас будет очень простой и очень быстрой. Поехали! Я продолжаю пробовать новые фрезы от магазина-производителя Кристалл. Твердосплавными фрезами с мягкой насечкой очень комфортно снимать покрытие. Это фреза необычного вида, которая называется торнадо. Она и будет в нашем маникюре. Ее абразив на пыление нанесен как бы в винтовом направлении по диагонали. И она должна вычищать, выметать, помогать, по крайней мере, это сделать, вычистить пыли из пазух, когда мы ею работаем. Посмотрим, так ли это. Это фреза для шлифовки кожи до блеска. Часто используется в завершении, особенно на сухой коже. Это диаметр очень небольшой, тем не менее, очень удобен в использовании. Еще у меня был подарок в посылке, это алмазный шар. Кусачками я убираю стразы, которые остались, чтобы не трогать их фрезой. Не тупить, во-первых, фрезу, во-вторых, чтобы они не отлетели неожиданно куда-то или в кого-то. Дальше мы снимаем гель-лак фрезой. Помним, что покрытие тонко нанесено, поэтому у меня красный абразив фрезы. Фрезы у кристалл имеются и реверсивный, и для левшей. У меня многие спрашивали в директе про реверсивные фрезы. Тяжело мне далась эта фраза. Но вот я делюсь, где их можно приобрести. И для моих зрителей магазин Кристалл предоставляет скидку в 15% по промокоду. Ссылочки на магазин в описании. Фрезой мы и длину убирали, основную ее части, как обычная, клиенты просят на сколько отросло. Если они не отпускают длину еще больше, то в основном это обычная просьба. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а уже после грубого вмешательства в фрезы, теперь мы пилочкой более детально оформляем свободный край. Одна рука у нас уже была оформлена. И когда я сравнивала длину на одном и том же пальчике между двумя руками, выяснилось, что левая рука у нас длиннее. Но клиент сказал, что пусть останется подлиннее, хоть и на одной руке. Очень красивая получилась форма. Я оставила, но сама немного в замешательстве была, нормально ли это. Хотя я сама довольно экстравагантно экспериментирую на себе с разными руками. Ну короче, мы не планировали делать разную длину, но на этом этапе решили, что так будет задумано. Уверена, что в жизни этого никто и не заметит. Дальше у нас маникюр. Фреза торнадо. Скажу честно, я не заметила, что она как-то лучше выметает пыль наружу в работе. Ну и ничего того, что бы мне мешало в работе, я тоже не отметила. Поэтому у нее очень удобное полотно по размеру, по остроте кончика. Поэтому она мне понравилась. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После прочистки фрезой кожи вокруг ногти срезаем кутикулу ножничками. Дальше хорошенечко обезжириваем ногти. И на тщательно обезжиренные ногти наносим камуфляжную базу. Клиенту комфортно с бежевыми оттенками, поэтому я предложила уже сразу нанести камуфляжную базу. Совместить два в одном. С камуфляжем зона у кутикулы будет еще менее заметно отрастать. Камуфляж имеет полупрозрачный цвет, в отличие от просто бежевого цвета гель-лака. Выбрали мы камуфляж от Рокси. У меня были камуфляжи с блестками, которые мы сразу отставили в сторону. Был розовый оттенок камуфляжа и бежевый. Клиент выбрал бежевый. Собственно тот, который мы сейчас и наносим. Он прекрасно смотрится в один очень тонкий слой. Но когда мы начали наносить выравнивающую каплю, цвет стал естественно более насыщенный. Но как мне показалось, стал немного желтеть. Но не так сильно, как передает эта камера. Честно говоря, потом уже в монтаже видео я очень сильно удивилась, что на экране увидела такой желтецкий камуфляж. На самом деле он был совершенно не такой, более спокойный, но отлив все-таки присутствовал желтого. Оттенок кожи рук у нас тоже теплый, поэтому нас все устраивает. Выравнивание у нас готово. Мы совместили базу и цвет одним флаконом, одним слоем. И благодаря чему сэкономили очень много времени. Теперь у нас дизайн по фото, с которым клиент пришел и желал такого же маникюра. Идеально подходила эта конфетти от Mystic. Оно плотное, яркое, на прозрачной основе. И мы им просто выполним растяжку от кончика к середине ногтя. Продолжение следует... Этот этап дизайна тоже произошел очень быстро, но получилось все эффектно. Главное то, что хотелось. В завершении топ и готово. Если бы не съемки, то такой маникюр выполнялся бы от часа до часа двадцати. В зависимости от самого маникюра. Но если прямо поторопиться, то и со съемкой тоже можно вложиться в такое время. У меня был эксперимент, когда я делала маникюр за час. Там тоже был а-ля такой вот простой маникюр. Такие дизайны это разгрузка для мозга, когда не нужно выдумывать какой-то очередной дизайн. Тут главное, чтобы блестки не имели густую основу и ложились тонко. У нас все сошлось и наш простой быстрый маникюр готов. Ставьте лайки, всем творческих успехов и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok